Всем привет! Мы сегодня вышли на улицу. Сегодня минус 2, вчера было минус 7. Мне девчонки попросили покататься на санках. Ну, оставайтесь с нами, мы немножко отдохнем. Покажу вам зимнюю природу. Все, давайте. Рот закрывай только, но дышишь сейчас. Тихонько. Снег хрустит. Это солнышко было, только что в магазин ходили. Раньше у нас был обед в магазине. Как раз вышли 2.03, думаю, ну все, попали на обед. Но, что-то уже обед отменили. Людям не понравилось, что обед. Так работает с 9 до 8 зимой. Ну, давайте, попадайте еще. Сейчас вам покажу эти ботинки с Китая. На девчонках. Нет, нет, нет. Там подальше, девочки. Ботинки неплохие, но они короткие. Если для зимы в деревне, то туда девке, если тяжело завязывать, вот, далеко я уехала. Ротик закрывай, покажи ножки свои, ботинки. Вот. Видите, нормально в состоянии. Ну, коротковатые. Вот Даша ходит у нее. Даша, запихни, сзади штаны слетели, нога голая. Вот. Если по снегу глубокому идти, то туда набирается снег. А так, неплохо. О, гуся рот. Мужик гусей выпущу. Вот, смотрите, открыла. Думаете, выйдут? Не выходят. Нафиг надо, да? Нам там тепло. Ну, так. Мягоськи. Меня Настя ему две семьи оставила. Уговорила все-таки мужа. Хотела одну. Вот. Оставили две. Вот еще вторая. Да, семейка. Ну, тепло. Видите, копыт у нас. На солнышке крышка немного прогрелась. Ну, коперь. Самки поломались. Ну, что-то на нее ложилась коровка. Это специальная штука. Специальная для малышей. Все, тихо. Ротик закрывай, потому что дышишься сейчас. Все. Самки доломали. Ох, далеко. Ротик закрывай. Ну, а сам дышим. Дышим. Красота. Снежок. Ну, солнце уже спряталось. Эти облака какие. А довольные. Нужно здесь. Будете кушать и спать хорошо. О. Ну, вот, сходила в магазин сейчас. Ровно 10 долларов. 21 рубль. 21 умножить на 300. Это будут российские. Ну, что я купила. Вот два батона. Так. Хлеб. Вафли взяла. Рубль 75. Антошка ложится завтра в больницу. И ему на перекусы вафли взяла. Вот такие вот. Вот эти мороженки продавались. Для детей купила. Вот такая цена. Так. Рубль 60. Получается, эти мороженки. Здесь еще такие грибочки. Ну, захотелось. Все-таки вышли на улицу погулять. Так. Вот. Цена за килограмм получается 12,90. 2,35. Это зависит эти грибочки. Так. Колбаса вот такая. Не помню, сколько она сказала. По 28, наверное. Или по 29. Палочка вот эта. НК Фуд. Вот я ему с собой дам. Такую маленькую. У меня еще китайский этот нож кредитка есть. Ему с собой. Вот так дам палочку. Ну, и деньги дам. Там кафе есть. Масло купила. И три молока. Раз, два, три. Вот. Сейчас поставлю чайник. Чай будем пить. Вот. Это 10 долларов. Ну, скажите. Так что, такие у нас цены. Магазин у нас колхозный неплохой. Но цены больше, так как это колхозный. И за то, что везется в деревню, там какая-то наценка идет. В городе, конечно, намного дешевле. Ну, вот, ботиночки. Машенька сейчас собирается в школу. Видите, нормально выглядят аккуратненько. Маша у меня аккуратненько. Вот. Так что, я ботиночками довольна. Всем пока, скажи, я пошла в школу. Пока. Такие рукавички бабушка ей подарила. Покажи. Опа. Все. Помаши ручкой. Я пошла. Все. Так, Маша нашла. Маша ушла в школу. А я буду сегодня делать уборку. Светикая погода на улице. Здорово. Солнышко. Видите, я пусть солнце снимать не могу. Красота. Так, сегодня я посмотрела Елену Мороз. Деревенские колхозники. Она готовила овсянку. Овсянку на воде. Я решила, думаю, тоже себе приготовлю овсяночку. Я люблю овсянку. Но в данном случае у меня овсяные отруби. Тоже сварила его на воде. Сейчас перемешаю. Посолю. И можно будет кушать. Она кушала с сыром. Я тоже люблю с сыром. Можно кусочек сыра. И будет вкусненько. Ну вот. Такая у меня получается овсяночка. Это овсяные отруби. Я получается 4 ложки столовых положила отрубей. И залила литром жидкости у меня. Здесь выйдет на 3 раза. У 3 таких миски выйдет. Это кажется большая. Так она небольшая мисочка. Ну. По весу нормально. Все. Кусочек здесь все получается этой семги. То, что мне перепало на халяву. Ну и на халяву на скидки. И кусочек маленьких сыра. Сейчас я размешаю, пока горячее. Оно будет плавиться. Будет вкусно. И чашечку кофе все заварила. Так что. Попробую. Питаться правильно. Все-таки классно сейчас вайберы. Скайпы. И это. Малый сейчас лежит. Получается в больнице. И. Сочек приходит мне. Сообщение. Что-то по вайберу пришло. А он пока такую порцию еды дали. Говорит. Мама столько еды дали. Еще меня на еду не поставили. Я подошел. Говорю. Можно хлебушка взять. Она говорит. Мне наложила столько еды. Показал порцию. И горошка наложила. И суп. И каша только какая-то была. И кисель. И хлебушка взял. Я говорю. Ну видишь. Так что. Сейчас и по скайпу. Не по скайпу. По вайберу тоже. По камере можно общаться. Сидим. Видим друг друга. Так что. Как хорошо. Что есть такое общение. Ну что. Антон у нас сейчас в больнице. Поэтому. Едоков стало меньше. Поджарила оставшуюся картошку на жру. Которые освежены осталось. Но это будет скорее всего муж есть. Может Маша захочет. Так. И здесь отварила детям макарошки. Видите. Я воду слила. Они не слипшиеся. Они такие. Именно эта форма. Не знаю. Мне нравятся. Они неплохие. Вот. Сейчас к этим макаронам будет соус. Муж принесет с подвала. И сделаю ленивые отбивные. Вот здесь фарш. Не успела замерзнуть. Я его опять разморозила. Вот фарш свиной. Который я делала. Четыре яйца. Чеснок. Сейчас вот здесь луковичка. Сюда вкину. Выдалю немножко майонеза. Где-то три, наверное, ложки крахмала. Сюда добавлю. Ну и все, наверное, там посмотрим. А соль, перец. Ну вот, такой фарш получился. Это скорее будут ленивые котлеты. Крахмал добавляется, чтобы сок, когда будет с мяса идти, впитывался в крахмал. Они тогда сочные такие получаются. Яйцо склеивает фарш. Ну и лук, чесночок. Майонез не знаю, на чего. Ну, я знаю, что вот делала ленивые отбивные из куриных этих наборов. То там, как бы, в рецепт рубленые котлеты. Добавляется майонез. Конечно, с мясом вкуснее. Вот. Так что сейчас поджарю. Жарить буду на гусином жиру, который у меня остался от рождественского гуся. Ну вот, я выложила. Ложечкой формируем котлетки. И жарим. Видите, здесь жир уже такой. Там бульон немножко был, поэтому чесночок брызгает. Ну, он вкусный. Ну, вот такие котлетки получаются. Они сочные. Вот в середине видно, там капельки сока уже выступают. Но они вкусные. Нам надо быстро. Не надо поискаться руками в сухарях, в муке. Валять их тут. Раз-раз расколотила. И все. Видите, что в течет сейчас буду нанимать. Вот. Специально разломала котлетку, чтобы вы посмотрели. Видите? Она мягенькая. Но она еще горячая. Мягенькая, сочная. Все прожарилось. Вот. Обалденно. Вкусная. Ну, вот столько котлеток получилось. Видите, какие они красивые. И много вышло. Все. Сейчас приедет Машенька. Будет. Или макаронки. Наверное, макароны я и с котлетками положу. С соусом. И муж принес утром березовый сок. Ну, вот. Березовый сок с апельсином. Вот так вот две дырочки делаю. И наливаю себе в стаканчик, девчонки. Все. Ну, вот такой у меня сегодня был день. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что смотрите. Пишите комментарии. Радуйте меня. Раду с вами общаться. Всем приятного аппетита. Хорошего вечера. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok